Мы с Родионом в Краснодаре. Памятник Екатерине, великому ученицу. Там триумфальная арка сзади. Так получилось, что у Родиона сюда груз, а я очень хотел съездить в Грузию к друзьям. Я решил поехать с Родионом, чтобы на халяву до юга России доехать, а потом на автобусе. Одновременно еще у меня фотоаппарат Nikon D500 на требующий ремонт в официальном сервисе. А в Казани его нет. Поэтому я сдал вчера его здесь в Краснодарский сервис. Спасибо Родиону за трансфер. У него как раз у этого Мерседеса две полки. И Аня подстраховалась с кошкой. Все совпало. Надо было ехать. Это краткая история. Но если хотите увидеть всю поездку, как мы ехали, то... Начало дальнобойного трипа. Родион будет показывать свои тонкости, нюансы работы. Загрузились. Едем в Краснодар. Сначала Псков, да? Покров. Покров, Покров. Вот, потом в Краснодар. К нам даже тут подружка пришла. Вчера нам кучу навозу помогала перекидывать. Вернемся. Чтобы шерсть, да, чтобы мех еще больше отрастила. Наконец-то загрузились. Сейчас на ней поедем. Это Мерседес Актрас. Рядная шестерка. 450 сил. 13 литров. Вон сам водитель. Да, ты поделись. Все. Идем. Сначала надо сделать медосмотр. Так что мы еще в городе. Перекус перед стартом. У Родиона тут какая-то бухгалтерия началась. Неожиданно. Не взял и поехал. Надо собраться, медосмотр получить. Табеля заполнить. Медосмотр пройден. Путевой лист заполнен. Все. Мы выезжаем в сторону нижнего номера из Казани. Это Волга. Это речка Свиняга. Въехали в Чувашию. Такой красивый лес впереди. Уже осенний. Березовая роща. Километров 200. Родион начинает потихонечку к обороте в дальнобойщика превращаться. У него тут музычка соответствующая. Маликов. Руки за грибуки. Я не знаю. Мы когда к Москве будем подъезжать, Родион уже будет сигаретку тут закуривать. Все. Трофим тут у Родиона пошел. Я знаю, что там в истории без детства распадают. Да. По рации там мужиков благодарить. Пруха с заправками. Третья заправка, на которую Татнефтьевскую мы подъехали, сливают топливо. То есть очередь. И дальше уже в Чебоксарах топливо на 3 рубля дороже. А нам заливать тонну, да? Около того. Да, где-то 50-60 тысяч рублей там будет. Это просто существенно. Сейчас еще будет топливо, возможно, взвесь поднято, потому что заливалось. Топливо, возможно, будет теплее. Соответственно, она больше массы. Поэтому не очень хорошо, но куда деваться. Пошла работа. Сейчас мы будем следить, идем заправляться. Тут вот такой обувник. Так, ты пропустил его туда, да? Да. Пошел платить. Вот Руслан работает. Меня при одном условии взял, что я буду ему тут ассистировать. Окна мыть там. Очень грязную работу. Спасибо. Спасибо. Сейчас, что-то там, где-то 50-60 найдет. Родион возит разные прицепы. Конкретно этот Штора. То есть у него там такие жесткие металлические балки наверх торчат. И туда грузится... Вот сейчас мы везем трубы. Металлические цельные трубы 9-метровые. Где-то на 19,5 тонн. Практически под пределы. Идем груженные. Вот эти 19,5 тонн надо четко распределять еще по осям. Равномерно. То есть на каждую ось там свое ограничение. И на остановках подтягивать все вот эти трубы, которые там лежат, битком. Они стропом истянуты. В пачку такую. И периодически надо их тоже подтягивать. Так вот, удалили вторую порцию. Там 48 тысяч вышло. 800 литров. Еще докинули 5 тысяч. 880 залили. Ну, зато число красиво. Вот эти датчики стоят. А, датчики. Дуты. Шестерпиады уже. Слышь, Родион, у вас эскортовский датчик стоит. Да? Да. Вот так вот. Стоят эскортовские датчики. В фирме, где я работал. 3-4 года назад. Я сейчас в пачку на тяге. Ты тут все лайфхаки не рассказывай, а то это уже должен каждый нажить. 80-й левел. А еще приятнее, когда крыша возвращается... Чебоксарские пробки. На спуск, где можно общать километр 5 лететь, ну, короче, 5 минут. Едешь чисто по инерциям. Тут, кстати, раньше рисовая стояла. Сейчас будем проезжать, но она уже закрыта, не работает. Сейчас почти не те рабки же. Доехали до кафешки. Боброва называется. Так, лагман взяли. Так, Руден проверяет рессору у кабины. После плотного ужина решила отжаться. Сколько отжимаешься хоть? 20 до 5. Нормально. Наверное, ничего не видно, но это... Да, это мост через Суру. Вот вообще эпичный. Вот страшный мост. Ждать, пить. Ага. На камеру не видно. Да, но он какая-то через Волгу железнодорожный. Да, страшный мост. Из-за того, что там плохая свадьба была. Там все полосли 30 км в час. И ограничение по весу было. Ну, там вторая полоса строится. Вот такого же моста. Проезжаем Нижний Новгород. Встали в пыре. Вот. Сейчас будем здесь ночевать в полдвенадцатого время. Небольшой рум-тур. Или завтра. Так, вот тут что у тебя? Управление автономкой. Люком. Ага. С светом. Тут вентиляция вон есть. То есть, проснуться сложно. Можно себя, короче, пшикнуть. А для чего здесь воздух? Пистолет. Зачем? Уборку делать в салоне. А-а-а. Зубы чий-то. А я говорю, чтобы проснуться. С ума сошел? Так, ну что? Ну, тут полно всяких полочек. Тут люк. Вот тут грудьоны. Чайные дела всякие. Ну, как он так открывается? На вентиляцию. Ага. Вот. И как в купе, где полки нижние и верхние. Ее можно, в принципе, вот здесь, этот, как уровень, видишь? Ага. Чтобы, чтобы не скатываться, немножечко туда. Ну да. Можно чуть-чуть. И там тоже самое есть удобство. Тоже шторка сверху. Лампочки. Тоже автономка продублирована. То же самое. Чтобы не спускаться, можно было включить печку там. Здорово. Ну и шторка. Вот пока у нас такая шторка, а про идеи, что-то должна быть это. Ну, куда-то он пропал. Пока все ремси состоит. Вот и тут, вроде он такой палас прям. А я все по люксу. В какое-то время я подтягивался. Тут вот алюминиевый профиль, он очень жесткий. Вот так вот. Приподнимаешься. И до коленек, до коленек можно подтягиваться вот так. Мда. Все тело, понимаешь? Как будто все тело, это один механизм. Попробуй. Вот так. Ладно, все. Не перед сном. Тут разные иллюминации есть. Это общий свет. Включается, выключается. Потом есть. Такой синий. Идеальный опыт свечи. Ага. Такая вот обстановочка. Есть зеленый. Можно даже? Такой зеленый свет. Вот. Все, мы зубы почистили спать. Утро 7 часов. Проснулись. Чай заварили. Сейчас будем завтракать. На завтрак можно было сходить в кафешку. Ну, мы еще с собой взяли продукты, не доели. У нас бутеры с ветчиной, пончик. Ватрушка была еще. Машину осмотрели. Все, выезжаем до точки выгрузки. Проезжаем Клязьму до границы Нижегородской и Владимирской области. Въехали в Карховец. Старый город. Так, это участок платной дороги. Тут даже до Казани по М-12 можно доехать. Но пока та часть, которую мы проедем, она бесплатная, да? Да. Едем по платному участку. Она отличается тем, что лес огорожен сеткой, что животное не проскочит. Хорошее дорожное покрытие и 110 ограничений для легковушек. Бесплатный участок платки заканчивается. Вот нам туда, по идее, надо, но мы поедем по М-7, как и раньше. Приехали с Родионом на разгрузку. Ну, что, нормальный? Полтора километра. Я вроде нормально. Такие зачастую разгрузки бывают. Сейчас еще покажу отличие водительского кресла от массажирского. Тут у Родиона кресло на пневмом подвеске. Сейчас как раз оно хорошо отрабатывает. А у меня обычное кресло. Вот такое жесткое. Ну, оно мягкое сам по себе, подвески просто нет. А то два подлокотника. Тут, оказывается, очередь. Паркуемся. Родион пошел по отгрузке выяснить там, что как. Вот, у меня тут пока, в общем, до этой поездки остался один незавершенный проект. Надо сейчас его за часик-два сделать, пока заряд позволяет. Мы привезли трубы, где куча труб и так есть. Мы лезть немножко поближе. С разгрузкой там хреново. Возможно, либо под конец дня. Либо-либо даже ночевать придется. Так что не знаем. В дорогу взял разные бомж-пакеты. Бежбармак киргизский. А это там ям. Вот, сейчас греем воду. Мы заварили. Тут такая телескопическая складная вилла. Нееет! Не ешь в сухомятку! Да, лапша такая немножко другая, но близко к Роллтону, потоньше. Острый. И вот то, что там пакетик жира в комплекте, добавляет бульону такую насыщенность. То есть, по мне, восьмерочка за бульон. Время 16.00. На выгрузку вызвали наконец-то. Они до 17.00 сами работают. Этот кран сейчас будет нас разгружать, скорее всего. Минус 20 тонн. Да, как по-большому сходил. Я ж пошутил. Ну, что-то они какие-то нерасторопные. Много их? А, ну, так обычно и бывает. Работают там двое, а людей много. Все остальные смотрят. Ну, это надо было на камеру фиксировать. То есть, нас разгрузили, и мы очень резко были подняты. Потому что у нас воздух был накачан на 20 тонн груза. Пока нас разгружали, машина поднималась. А, ну, это я видел. Сейчас разжигание поставил, она опять спустилась. А она опускается на какой уровень? Ну, у нее есть дорожная просветка. Можно в памяти забить. Понятно. Мало разгрузиться. Надо еще здесь все убрать, подмести. Я, конечно, все пропустил. Вроде он здесь разбирал вот эти конники, которые держали эти трубы вертикальной балки, которые вставляются в отверстие. Вот он их складывал сюда. И по следующей заявке у него чистый пол должен быть. Поэтому надо все подмести. Управляемся в Киржач за электрогловатором. Проезжаем Покров. Такие вот старенькие домики. Тоже частенько кровь не бывает. Деревню нашли. Родионово. Местный парк в Киржаче с Лениным. Доехали. Доехали до точки технопарка. В общем, приехали, как обычно. Заявки нет, да? Вы кто такие? Я вас не звал. Разворачиваемся, да. По телефону не отвечают. Кому вообще это надо? Блин, работаем. Никому ничего. Вот сейчас просим поколять. Мы наконец-то дозвонились и нас спустили. Тут целый город. Дав стоит американский такой. Капитан Америка. Вот он, беспилотный грузовичок с камерами. Колеса у него, кстати, легковые. То есть большой вес у него. Максимум, наверное, тонн на полторы. Прикольный. Здесь тоже беспилотные вагонетки ездят по между цехами. Вот и такие места тут. А здесь, Артём говорит, плавильный цех плавит алюминий. Но я здесь прям так не вижу. Сейчас не видно, на тележке подвозят. И туда загружают у нас. Ну, время уже 11 ночи. Завод работает. Загружать нас не хотят. Сказали, что возможно даже утром. Вот сегодня уже, наверное, всё. Ложимся спать. Родион настраивал тут по инструкциям печку, автономку. Вот, настроил. Так что этой ночью мы не замёрзнем. Тёпло. Воздухом дует. Будем чай пить, наверное. Косну готовиться. Проснулись. Такая вот суета здесь. Машины новые. Какие-то супер большие погрузчики. Самокатера. Сейчас пойдём в столовку искать. Нашли тут заводскую столовую. Вот салаты уже съедены. Яичницу нам жарили. Насколько? На 330 получилось, да? Там со скидкой даже 280. 280. В общем, очень дешёвая цена. И салат. Да, салат уже съеден. А столовка выглядит как кафешка такая. Очень красиво. Какой-то крафтовый чай. Вот так меню выглядит. Здесь ижевский филиал завода находится вообще. И вот, оказывается, Калашников делает теплопушки. Здесь такие порты, так сказать, ворота. Тоже Дурхан делает, который практически все шлагбаумы делает. Вот. И фура подъезжает. Здесь такие упоры резиновые. Обалакивает кузов. Вот. И там происходит загрузка. Вон мы стоим. Родион там что-то с оптикой делает. А доливать антифриз сейчас будет. Технический регламент. Сколько? Литр, да? Это не норма. Это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Все, наконец-то поехали с Родионом на загрузку. Я тут как раз успел доделать почти небольшую шабашку. Ворота еще не открыли. Сейчас Родион будет стыковаться. Родион будет стыковаться. Хорош! Ну уже просвет. Все, в крис один? Да. Короче, все уже. Наш прицеп, не наш прицеп. Там хозяйничают погрузчики. Пока загрузка идет, минут 40, Родион сказал. Я пойду в столовку, уткнусь в зарядку, чтобы зарядить немножко на амбурт. Вот такая кафе, что двоих еще не готовили. В общем, на 440 рублей все вот это на двоих. У Родиона там загрузка опять затягивается. Поэтому пришли на обед в эту же столовую. Вышли с территории завода прогуляться. Сейчас будем смотреть киржач. Ночью, дошли до парка. Тут один парк. Население 27 тысяч. Город. Такие дома тут деревянные. Ночью здесь очень симпатичные. Да, ночью. Да, вон там Ленин стоит. Я его уже снимал. А это Стелла. А ночью тут подсветка. Вот это ель. Да. Даже вдвоем нет подсветки. Она старше этого города. Городу там 1770-й, по-моему. Наверное, полисминус. Поэтому не без трубая. Это рядом с центром культуры досуг. Типа ДК. Немного киржачного стрит-арта. Это прям на Доме культуры. Дошли до пешеходного киржачного моста. Речка грязная. Там прям видно масло течет. И она вон там, рыбки. Сейчас попробую увеличить. Вот. Тут даже кто-то воблев кидал. Это на щуку, наверное, такой здоровый. Так как у Родиона работа сидячая. Да. Он вот когда на стоянках стоит, он обязательно сходит на турничок. Вот мы нашли около такого старого дома. Где одна квартира есть. Точно. Там собака Лайва. Со второго этажа. Такой турник с брусьями. Часа, наверное, полтора-два гуляли, подтягивались. Сходили в пятерочку, закупились. Нас так и не загрузили еще. Ну, че там говорят. Ну, там я сначала заглянул, там все закрыто было, ну, ворота. Угу. Начал отходить, там ворота открылись. Ну, там эта кладовщица стоит. Спрашивают, сколько вы там будете еще меня крутить. Она говорит, что полный объем 67 кубов должны добить. Они там эти радиаторы свозят сначала на складе, собирают, полетят, комплектуют и потом загружают. В общем, говорят, часов еще до девяти, до десяти, может. Не до восьми даже. Так, подожди. Сколько кубов, сколько процентов сделают? Ну, у меня всего 82 куба. В общем, кубатура. То есть должны загрузить почти полный объем. Ну, там 80 процентов этого объема. Сейчас загрузили где-то половину. Веселая у тебя работка. Не, на самом деле настолько долго, ну, было как-то, но как бы это не часто. Мне повезло. Да, в этот раз. Тебе надо книжки какие-то брать. Да, что-то надо. Или ноутбук. Решили с Родионом какао побаловаться. Купили хрутку. Привет, Ренат. У нас слово хрутка ассоциируется под тобой. Вот, скипятили молочко. И пирожки со столовой. Время 5 часов утра. Вот, нас наконец-то загрузили. Загружали, получается, где-то часов 18, да? Вон там давление показывает в системе. Это должно быть выше 7 пар. Сейчас еще красная. Сейчас тут тронуться-то хватит. Мы поехали. На оформление сначала еще. Завод не спит. Машина вообще не продолкнулся. Там Капитан Америка у нас стоит. Тихо. А, да. Вот Капитан Америка тут. Вон бедолаги стоят. Они еще не знают, что их ждет. Время 6 утра. 27 число. Поезжаем на Краснодар. Наконец-то. Сейчас еще масло обойти, но... Продолжение следует.